Привет! С вами Валерия на канале Муз-ТВ в программе «Звездные будни». Валерия, конечно, Иосиф Легожин. Мы полетели в Берлин. Здесь, в Германии, у нас проходит большое гастрольное турне, стоящее из 20 концертов. Вот сегодня вечером будет концерт в Берлине. Нам еще многое предстоит сегодня сделать. Такая счастливая случайность выдалась нам. Мы сейчас собираемся на службу в церковь русскую православную. Я хочу причаститься. Программа «Звездные будни» приветствует всех, кто привык знать о звездах все самое интересное. Нашими сегодняшними героями стали, как вы уже догадались, певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин. А значит, мы будем сопровождать их на майских гостях. Сейчас певица направляется в церковь, ведь для поклонников ее творчество не секрет, что Валерия – верующий человек. Сразу после причастия начинаются трудовые будни Валерии. Как известно, жизнь публичных людей полна различных встреч и интервью. Вот и у Валерии в начале дня запланили начало. Неплохо бы перекусить. Тем более, что встречают Валерию и Иосифа с прямо-таки распростертыми объятиями. Ух ты! Здорово! Здесь начнется с банкета? Мы все здесь с причастием-то сегодня даже еще чая не пили. Чайку-то, может, попьем? Русский конфет. Ну вот и позавтракали. Вот и позавтракали. Я вам предлагаю, знаете, чтобы все было легко, весело и задорно. У нас по-другому не бывает. Я вас жду в студии, хорошо? Все, пойдемте. Мне, кстати, пообещало себе, в Германии здесь есть хотя бы один раз сосиску. Вот так, чтобы вот такая настоящая и самая лучшая. Вы видите, самую лучшую сосиску в Германии. О, кто здесь был, смотрите. Кого здесь только не было. Кого здесь только не было. Нас только не было. Итак, друзья, совершенно уникальные песни. И подарок для Валерии. А-а-а! А-а-а! Вот это Валерия, представляете? 87-й год. Трудно представить, как время быстро летит. Трудно представить. А я приехал в Москву в 85-м году. В 85-м году. Да. После такого музыкального сюрприза эфир был обречен на успех. Доволен остался и ведущий, и гостья программы. Особенно разошелся Иосиф. Видно, песня, исполненная Валерией в 87-м году, произвела на него глубокое впечатление. Вот мы вышли из эфира. А теперь поесть, пообедать. Спасибо большое. Спасибо. Приятного заседания. Спасибо, до свидания. Как говорится, одной работы сыт не будешь. Сразу после радиоэфира Валерия и Иосиф отправились в один местный ресторанчик, который посоветовали им посетить друзья. Каково же было их удивление, когда на поверку это оказалось обыкновенной столовой. Правда, с разнообразным меню. Сытые и довольные супруги решили пройтись по магазинам. Дело в том, что Валерия, у которой не так давно украли солнцезащитные очки, искала им замены. Под мое лицо найти очки невозможно. К счастью, у Валерии проблем с подбором очков не возникло. Валерия и Иосифа, конечно же, не магазины. Поэтому сейчас супруги отправляются на мини-экскурсию по Берлину. Как и любой другой город, осмотреть столицу Германии за пару часов невозможно. Но все же лучше иметь общее впечатление о Берлине, чем не увидеть ничего. Плотный гастрольный график Валерии не позволяет ей подолгу задерживаться в одном городе и осматривать все его достопримечательности. Хотя иногда ох, как хочется. Сейчас Валерия и Иосиф приехали смотреть одну из главных достопримечательностей Берлина здание Рейхстага. Сил нету. Нет, тут можно есть день концерта, по музеям ходить тяжело. А можно с вами сфотографировать? Давайте. Давайте. Пожалуйста. Вот эта популярность. Певицу Валерию узнают не только на улицах Москвы, но и в главных мировых столицах. Нет, только вот так, да, Лена? Супер, супер, да. Тяжело ходить по мостовым. После фотосессии с фанатами Валерия и Иосиф решили ознакомиться с еще одной достопримечательностью Берлина. Такой я ни разу не каталась в штуке. Такой день. Спасибо. Пашка, береги фотоаппарат. Да, береги. На себе, а ты здесь. Это я хотела сказать, держись крепче, а то упадешь. Приятно прокатиться с ветерком на этом экологически чистом транспорте, так называемом велосипедном такси. Одно только жаль, что маршрут заранее намечен и не идет в сторону отеля, в котором остановились наши сегодняшние герои. Правда, дружелюбие водителя и легкий ветерок с лихвой компенсируют этот досадный недостаток. А то артистка концерту будет неживая. Мы сейчас проводим Лену домой в номер, а пойдем, а сами внизу попьем чай. А ты здорово придумал, конечно, как поработать, так Лена, как чаек попить, так без нее. Я слышала, что отдыхать хочется. Не, ну как? Да, Иосиф, несправедливо получается. Хотя можно ведь совместить полезное с приятным. Ведь выпить чашку чая тоже. По мнению Валерии, самое лучшее место в отеле – кровать. По крайней мере, после длительной прогулки. Ой, как хорошо-то! Счастье какое! Проходи. Собственно, не повредят. Но на них просто нет времени. Пора работать. Сейчас Валерия вместе с Иосифом Пригожиным едет в зал, где будет проходить ее берлинский концерт. Как обычно, приехать нужно пораньше, ведь необходимо еще привести себя в порядок и пройти саундчек. Все свои концерты Валерия отрабатывает вживую. А потому проверка звука – обязательный процесс подготовки к выступлению. Берлин, концерт, не заурани. Ух ты! Слушайте, я, честно говоря, думала, здесь как-то поприличнее гринвается. Я даже не помню, как это было в прошлый раз, хотя мы здесь работали. Мне что-то как-то убого. Ну, ладно, что есть. Не важно. Главное, чтобы был сегодня звук хороший. Стены, бог с ними. Какие есть. А, смотрите! Выход. Если такие несообразительные, кто-то решит через окно пойти. Да, не зря мы приехали так рано. Не удивляйтесь, что Валерия и ее музыканты сидят без дела. Как говорится, небольшие технические неполадки. Мы порепетировали, песни попели. Вот тут опять шнур какой-то затрещал. В ожидании чуда сидим. Леш, ты несешь? Папа-мама, мама-папа. Папа-папа, да. Папа-мама шнуры им нужны. Что так называется? Папа-мама, мама-папа шнуры им так называются. Папа-мама. Вася, у папы. Не, у тебя это нормально. У нас, получается, папа нужен. А у нас маму-мама. А у нас маму-мама, мама-папа. А без вас, извините. Мне просто готовится. Так что, ну, увидимся, будешь давать. Надо собираться уже. Увидимся. Моих, уйдите, пожалуйста. Валерия с особо приближенными сотрудниками готовится к концерту. А поклонники творчества певицы уже собираются у концертного зала «Урания», где будет проходить шоу «Золотой голос России» с программой «Нежности». Именно так гласят афиши. И пока фанаты певицы делают памятные фото с Иосифом Пригожиным и собираются в зале, мы с вами снова заглянем в места, скрытые от посторонних глаз. Валерия готовится. Она остается одна. За 10 минут до выступления к ней никто не заходит. Иногда бывает за 15. И вообще я за час до выступления стараюсь в номер не заходить. А вот и кульминационный момент. Начало шоу-программы. Пока музыканты разогревают публику, певица в сопровождении мужа и директора Ларисы идет к сцене. Кажется, Иосиф волнуется едва ли не больше Валерии, в то время как сама певица спокойно и собрана. Эх, всем бы такой выдержки на концертах.